Всем привет! Хочу показать, что находится в лампочке светодиодной от фирмы ИЕК. Вот такая фирма, такая вот лампа. Скажу сразу, эта лампа у меня куплена месяц назад, она вышла из строя. На самом деле, я купил две лампы такие. Первая же сразу же вышла из строя, я ее отнес в магазин, там по дороге зашел, поменял на такую же. Вторая через месяц вышла из строя, и вот третью я поставил сейчас, пока работает. Решил посмотреть, почему же они выходят из строя, ну и что там внутри, в принципе, мне интересно. Кое-как я разобрал, это целый геморрой стеклышком, не проблема снять вот это. Вот оно отковыривается, но вот это снять была целая проблема. Вот тут пилил и резал вокруг ножиком, чтобы тут, в общем, герметично сделано, все залито клеем, чтобы никто туда не заглядывал. В общем, не удавалось мне снять, в итоге кое-как. Вот вместе с этими контактами я разобрал ее. Так, что же там внутри? Внутри там вот такая вот схемка. Сразу скажу, что пайка выполнена очень плохо, какая-то мазня, походу все это вручную паялась, и я не знаю, где сейчас это производится и чья это фирма. Ну вот, так тут два электролитических конденсатора, потом вот это, походу, тут катушка находится с индуктивностью. Так, в общем, в чем фишка? То, что там подключено дальше, мне не особо интересно, типа как фильтры. Так, ну, в общем, тут стоит вот этот выпрямительный мостик, и обычно до мостика идет конденсатор. Конденсатор бумажный, который там, допустим, сколько-то, 0,5 микрофарада или микрофарад, все зависит от мощности лампы. Эта лампа где-то около, скольки она там, ватт, 7 ватт. В общем, рассчитывается емкость конденсатора, она ставится последовательно всей схеме на входе с 220 и, соответственно, ограничивает ток и подается через выпрямленный диодный мост, постоянное напряжение, конденсаторами оно как-то стабилизируется, фильтруется и отправляется уже на диоды. То есть, естественно, но тут конденсатором и не пахнет. Разбирала точно такие же лампочки, там на входе стоит конденсатор. Он, соответственно, не греется и, как бы, схема хорошо работает. Греются только сами, сами диоды. Да, кстати, охлаждение диодов тут сделано, конечно, небольшое. Вот эта пластинка алюминиевая, внутри алюминиевый корпус, но все это в пластике и не знаю каким способом это все это охлаждается. Ну, видать, в этом и есть проблема с охлаждением. Так, на вводе здесь стоит вот такая вот хрень. Подозрение, что это резистор. Мощный резистор. Но насколько он мощный, вот по этим названиям, что на нем написано, я так в интернете не нашел. Если кто-то знает, напишите в комментариях, что же такое. Подозрение, что это резистор. Ставятся, конечно, термистеры на вводе для уменьшения пусковых токов, но это не в этом варианте. Тут самое что ни на есть простая схема. И вот он как раз таки вышел из строя. Я вижу копоть под ним. Вот, наверное, видно. Сейчас попробую поближе поднесу. Как тут с фокусом. В общем, вот под ним вот копоть находится. Значит, он вышел из строя. Прозвонило диодным мостиком в порядке. Схемку я дальше не прозвонил, но вот как-то так. Что я пробую сделать? Следующее, наверное, попробую сделать. Рассчитаю, какой мне нужен конденсатор. И вместо вот этого резистора, наверное, резистора, я поставлю конденсатор. Надеюсь, в корпус сюда влезет это все дело. Ну, возможно, нет. Скорее всего, куда-то вывести придется и вот сюда. Так что вот так вот. Если будет интересно, я покажу потом видео, как я ее отремонтировал. Все. Всем пока.